Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что наши прихожане тут Хоть я и родился здесь, на том берегу Я так, подъезжая сюда, вот, матушке говорю, что я очень редко бывал на этой стороне Больше там, ну что там, малышом И подъезжая сюда, я заметил, да, мишки у вас такие, домики приличные И самое главное, на участках у вас идеальный порядок Родился я здесь, мать работала, наверное, на комбинации где-то года 4 Потом переехали в деревню Трудно было здесь Поэтому переехали в деревню и уже в Александре я в школу ходил Вот такие воспоминания Ну, вообще, Оршад для меня такой близкий, тёплый город Очень хороший С точки зрения, вот, я сравниваю с другими городами, такими Днепр украшает, ну и порядок навели немножко, если вы поддерживаете, конечно Ну, а что касается предприятий Так я вот еду и думаю, что нам придётся здесь строить побольше жилья Чтобы привлечь людей А здесь предприятий, конечно, много Поэтому, я думаю, нам придётся переориентироваться и строить там Где нужны рабочие руки Не просто, вот, давайте все Кто может, кто не может Кто в очереди, кто не в очереди Кроме многодетных и военных Это святое Это отдельные очереди А остальные деньги направить на строительство жилья там, где нужны рабочие руки Нужны, допустим, Легмашу сегодня высококвалифицированная рабочая сила Мы там новое производство открываем Значит, мы ему финансируем его и строим жильё для них То есть надо строить, как это правильно, в советские времена были Создаём какое-то предприятие солидное А вокруг него жильё, чтобы людей привлечь Ну и нормальную зарплату Вот такие размышления, когда я подъезжаю к своему и вашему родному месту Сегодня Пасху празднует народ Христос воскрес, ликуют взрослые и дети Да будет мир на много лет вперёд Ведь это самый светлый день на свете Желаем счастья вам, здоровья и любви В душе тепла и близких понимания Но встречаться пусть вам не с годы на пути И исполняются заветные желания Христос воскрес! Боистое Спасибо Христос воскрес! Это тебе Спасибо Это с вашего разрешения матушка А это тебя Спасибо Как тебя зовут? Саша О, ты чё сказал? Саша А ты тоже, Саша? Горде Горде Ну тоже неплохое имя Спасибо, детки Дай Бог здоровья вам Спасибо Спасибо Смертью средству права Ищи Богу вежливут на домах Христос воскресе Измертный Дорогие друзья Прежде всего От себя И от вашего имени Хочу обратиться К нашим священнослужителям Огромное вам спасибо За то, что вы Делаете В нашем государстве Особенно вот эти Храмы Церкви И церквушки Которые находятся Не в центре Беларуси А подальше От Минска Именно вы Делаете наших людей Настоящими И искренними Беларусами Сегодня Очень светлый Ну и как всегда Ожидаемый нами Праздник Я как человек Из тех Советских времен Должен сказать Что Этого праздника Мы ждали Всегда И Если бы у меня Спросили Вот Какие праздники Светские И духовные На первом месте И так далее Я бы назвал бы Пасху Праздник Светлый Весенний В этом году Он задержался В мае месяце Хотелось бы Чтобы было раньше Потому что После Пасхи Всегда наступает Тепло Тепло В сердцах В душах Наших людей И Природа Дарит Это тепло Всегда Было так Как я помню С детства И в этом году Но коль Пасха Прошла В канун Большого Светского Праздника Дня Победы Тепло Это Вроде бы Давно Наступило Но Оно задержалось И пришло К нам В этот день Поэтому В этом плане Поддерживаем Главное Это здоровье Как я Всегда Говорю Будет здоровье Все остальное Мы Приобретем Купим Мы В это время Вспоминаем И молимся О мире Это наверное Главное Если мира Не будет То и здоровье Не надо Образование Не надо Вообще Человеку Ничего Не надо Если нет Мира Мира С собой В ваших душах И сердцах Если нет Мира В семье Если нет Мира В конце концов В государстве Мы Это очень Серьезно И остро Осознали Теперь Когда Воины шли Где-то там Далеко Мы все думали Это Где-то там А сегодня Война Пришла К очень близкому Для нас Родному Народу В дом И это уже Вот здесь Как я говорю За забором У нашего порога Это уже Наша война И Я специально Выбирая Тот храм В который поехать Приехал В этот Не только потому Что я Когда-то родился Здесь На берегах Этой Величественной Древней реки Но Я подумал о том Матушка Что наша река Днепр И этот храм Ильи Он Объединял Всегда Наши народы Это древний Очень древний храм У нас в Беларуси Мало таких И вот с тех пор Да и раньше Эта река И этот храм Объединял Три славянских народа Братских Русских Украинцев И нас Беларусов К сожалению Сегодня Случилась Беда Пососедствовала Я абсолютно Убежден Что Нашими Молитвами Мы Вернемся К тем временам Когда наши Народы будут Вместе Мы также В этот день Молимся О хлебе На сушенном Чтобы он У каждого Был на столе Мы этого Достигли Вы помните Постарше Что было 20-30 лет Тому назад И этого Не хватало Но самое главное Мы молимся О безмятежном Сне наших Детишек Чтобы они Спокойно Жили Засыпали И утром Просыпались Это очень актуально Много Очень много Детей Проезжает К нам С Донбасса И через неделю Находясь у нас Когда у них Спрашиваешь Вы о чем Мечтаете Мы мечтаем О том Чтобы на нас На родине Была тишина Мы хотим Как Маленькие дети Засыпать И просыпаться Нет Под бомбежками И канонадами Словом Май месяц Как всегда Особенно этот Май Совместил В себе Два Величайших Праздника Наш Духовный Светский Праздник Пасхи Воскресения Христа И Великий Праздник 9 мая День Победы Еще раз Повторю Мы очень Надеемся Что Этот Светлый Месяц Май Подарит Мир Нашему Братскому Народу И мы Снова На берегах Днепра Как это было Раньше Будем встречать Все праздники Но Коль время Выбрало Нас Никуда От этого Не денешься Мы Должны Сохранить Мир И покой На нашей Земле Величайшая Задача Для нашего Поколения Тоже Часто Говорю Время Сложно Тем Внутри Политической Ситуации То Что Идет Смена Поколений Как бы Матушка Нам не Хотелось На Смену К нам Идут Молодые Новые Люди И нам Очень важно Не Разорвать Те Традиции Которые Мы Создавали С вами Чтобы Наши Дети Не Отбросили Все То Что Мы Создали Не Потому Что Мы Уцепились И Держимся За Старое И Что Это Старое Обязательно Нужно Детям Нет Не Поэтому А Потому Что Тот Кто Рвал Нить Поколений Тот Обязательно Порождал Смуту Как Минимум Максимум Войну Нас Спасло То Что Мы Всегда Об этом Говорил Стояли На Плечах Прежнего Поколения Мы Выбрали В себя Все То Что Создали Наши Отцы И Деды Поэтому Мы Выстояли Когда Это В каком-то Государстве Разрывалось Обязательно Смута И Этим Всегда Есть Много Желающих Воспользоваться Поэтому Очень Хотелось Чтобы При Непростом Процессе Смены Поколений Мы Сохранили Все Лучшее Что Было Создано На нашей Земле Но Еще Этот Год Особенный Это Год Освобождения 80-летия Освобождения Нашей Беларуси От Немецко-фашистских Захватчиков Для нас Он особый Как Никакого Другого Народа Потому Что В эти Годы Фашистской Агрессии Беларуси Не существовало Ее стерли С лица Земли Притом От Западных До Восточных Здесь Границ Все Было Уничтожено Люди Сохранились Только Благодаря Тому Что Их Спрятала Укрила Наша Природа Разве Можем Мы забыть Эти Труды Эти Героические Подвиги Нашего Народа Мы Этого Сделать Не можем Живем Мы Не совсем Плохо Не буду Слишком Громко Говорить Все Зависит От Вас Земля Благодатная Я Хорошо Знаю Эту Землю Это Практически Лучшая Пошва В Беларуси Это Прекрасные Земли Благодатные Трудись И получай Урожай В Орши Это Уже Моя Проблема Поэтому Давайте Коль Время Выбрало Нас Сохраним Этот Мир И покой Христос Воскресе Это Вам Икона Я вам Видать Очень тяжелая Мужикам Вот Это Вам Икона И Христос Воскресе Почти Мною Выращенные Цветы Какая Красота Спасибо Господи Ну что Я Сейчас Стою И думаю У Господа Ничего Не бывает Просто так Вот смотрите Вот эта вот Встреча Это же чудо Какое-то Божие Чтобы Не проувеличили Нет Как Нет Ну смотрите Мы все здесь вместе Сколько нас все Собрались В единой молитве Пусть она краткая Но все равно Это молитва Это обращение К нашему Отцу И к нашей Пресвятой Богородице Это дорогого стоит Мы все вместе И президент с нами Мы хотим Конечно Все здесь Пожелать вам Прежде всего Крепкого здоровья Мужества И стойкости Которые очень нужны Конечно В это время И Вот Это Образ Вашего небесного покровителя Александра Невского Спасибо Он был удивительным И государственным мужем И Воином Удивительным И потом В конце жизни Был монахом И молитвенником За весь мир Вот пожалуйста Примите Это нашу икону Не намекайте На монашество Нет Нет Это просто Ваш покровитель Это его жизнь Так вот Пусть он Покровительствует вам Во всех ваших делах Конечно Очень Рады Что вы к нам приехали Потому что Ну это большое событие Как я уже сказала В этом храме Это впервые Президент Нас посетил Христос воскресе Спасибо матушка Чтобы вам не было Чтобы вам не было В тягость Буду чаще Ваш монастырь приезжать Ой мы будем очень рады Спасибо Если что-то надо Говорите Хорошо Обязательно Конечно Спасибо 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 Что пришли Вместе Встретили этот праздник Спасибо вам Спасибо Дай Бог здоровья Вам И вашим детям Спасибо Живите долго Не болейте Спасибо вам Спасибо 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 Спасибо